Вызовы Сифио, риски для бизнеса и рост экономики. Эти и многие другие вопросы обсуждаются сегодня экспертами на площадке 11 Сифио саммита. Сейчас рядом со мной находится председатель Казахстанского Гроуф Форум Эльдар Абдразаков и он готов рассказать о работе саммита. Здравствуйте, Эльдар Саветович. Спасибо, что уделили свое драгоценное время. Сегодня на Сифио саммите говорилось о вызовах Сифио в 2024 году. Расскажите, пожалуйста, что это за вызовы? Сифио, понятно же, это финансовый директор, который определяет повестку развития компании, но уже исходя из приоритетов, которые заданы первым руководителем, либо советом директоров. Мы тоже смотрим, что и для нашей страны есть повестка, которую задает президент страны, мы говорим об удвоении экономики, но остается очень много вопросов, как это реализовать. И поэтому сегодня на повестке дня Сифо, наверное, первая сессия идет обсуждение, как правительство собирается достичь своих целей, потому что это сразу же укладывается в ритм финансового директора, какие инициативы он должен предпринять, прежде всего, чтобы реализовать те планы, которые есть у компании. Поэтому сегодня очень много разговоров, как правительство стремится реализовать свои планы, потому что цели объявлены, много вопросов остается, как это реализовать. Ну и с другой стороны мы видим, что, наверное, в меняющихся условиях самый большой фактор остается большая неопределенность. Большая неопределенность, если в прошлом году это была инфляция, соответственно, она выразилась ростом, взрывом заработных плат, и мы, конечно же, весь финансовый сектор с этим жил, и мы ставили повестку, что управление расходами, наверное, нахождение внутренних резервов были проблемами, головной боли финансовых директоров в прошлом году. Сегодня мы видим, что, наверное, эти проблемы остаются, но на повестку дня входят новые проблемы. Мы видим, что вопрос уязвимости валютного курса, он встает, мы видим, что политическое поле внешнее, там в России идут выборы, мы видим, что вокруг в целом в этот год на самом деле изобиливают разными политическими событиями, они будут очень сильно сказываться. Мы видим, что резко воскочили вопросы, киберугроз, идут обсуждения, при этом мы понимаем, что все это нужно реализовывать, идут большие технологические изменения, внешний мир меняется, продукты меняются. Мы тоже не хотим от этого отставать, поэтому очень много обсуждений, как правильно применить технологии, как использовать инструментарии, которые даются новые операторы. Ну и, конечно, опять, что успевают делать конкуренты. Это всегда отличает наши конференции, что здесь конкуренции делятся своим опытом, потому что мы видим, что, наверное, когда мы видим люди делятся своим опытом, этот опыт быстрее переходит. Мы называем это лучшими практиками. Как объединить эти лучшие практики, наверное, этому всему посвящен CFO Summit. А вообще есть резервы для роста экономики Казахстана? Я думаю, резервы у Казахстана очень большие, но, как, наверное, идет обсуждение, она требует радикальных подходов к этим вещам. Наверное, вот сейчас удвоить экономику, старую экономику будет, наверное, очень трудно. Мы по-прежнему остаемся в образе, даже там не вопрос старой экономики, не просто казахстанская, мы остаемся в старой советской экономике. Как эту экономику реформировать, наверное, вопрос стоит, потому что у нас были попытки реформировать в 90-х годах. К сожалению, они там по-большому свернуты. И сегодня мы говорим, что все-таки радикально надо подходить к вещам, потому что по-прежнему мы пытаемся старым инструментарием сделать то, что уже трудно, наверное, где-то поменять. Эльдар Советович, вот сегодня еще эксперты говорили о том, что бизнес ограничен в финансировании. Как вы считаете, что нужно делать для того, чтобы у бизнеса были ресурсы, финансовые ресурсы, кредитование, длинные деньги и так далее? Ну, ресурсы ограничены прежде всего, что стоимость денег очень высокая, то есть процентные ставки, они завышены. Почему они завышены? Потому что идет большой темп инфляции. Эта инфляция получилась так, что последние два года был сдерживался. Он на уровне административного контроля цен, на уровне, опять-таки, влияния на многие факторы, сдерживание на факторы жилищно-коммунальных услуг, на многих цен монополистов. Мы видим, что эти цены отпускаются, их невозможно долго держать. Мы видим, что они до сих пор, наверное, еще не реализованы полностью, они будут сохраняться. То есть уровень инфляции будет поддерживаться очень высокий. Но, с другой стороны, мы видим, что одна часть – это контроль цен, другая часть сегодня – это очень много большие государственные программы, которые очень неэффективны, и, к сожалению, это реализовывается в большой денежной массе. Эта денежная масса, ввиду того, что неэффективно используется, она выражается, она выходит в наше потребление. При всем, что мы не говорили, при том, что мы говорим, идет большой уровень закредитованности, мы видим в Казахстане, что есть процветающие бизнесы, той хана процветают, машины дорогие, айфоны в кредит. То есть мы все равно видим, что большой потребительский спрос его присутствует. Государство пока стимулирует вот такое проциклическое потребление, вместо того, чтобы из потребления перевести его в инвестиции. Но, тем не менее, Национальный банк пытается потихонечку снижать базовую ставку. Как вы считаете, эта мера проявляет какие-то уже эффективные, проявляет свою эффективность? Я думаю, если бы Национальный банк не держал бы этот курс, и я считаю, что им очень сложно, да, там внутри, вот в политическом контуре, вот, наверное, удерживать эту позицию, но я очень рад, что они придерживаются этой политики. Здесь я бы сказал, что вопрос больше не к Национальный банк, а вопрос, наверное, к Министерству финансов, Министерству экономики, насколько они там собираются тратить. Потому что мы успеваем очень быстро тратить, а Национальный банк пытается стерилизовать эту избыточную ликвидность. Здесь больше вопросов к правительству. Ну и последний вопрос. Вот вы назвали очень много вызовов, которые сейчас вот в наших реалиях есть, да. Скажите, пожалуйста, готовы ли бизнесмены адаптироваться к этим условиям, к этим вызовам, либо они просят каких-то кардинальных изменений? Вот вы как представитель бизнеса общества. Вы знаете, наша площадка «Казахстан Гроф Форум» не имеет, наверное, отношения с правительством. Мы всегда готовы, мы всегда приглашаем государственных мужей выступить, изложить свою повестку. Мы со своей, наверное, стороны сказали бы, что, наверное, вызовов много, вызовы стоят. Бизнес-сектор, он, наверное, и в том его важность, да, он всегда быстро приспосабливается. Рыночная экономика не может там очень быстро и эффективно дать какие-то результаты. Да, если сравнивать, вот такая командная экономика работает лучше. Но мы видим, что, наверное, в прошедшем среднем срока, наверное, рыночная экономика как раз дает устойчивость. Она не зависит от чиновников, она не зависит от бюджетов, какие таланты куда направить, какие инициативы взять. Он быстро самоорганизовывается. И это все, что делают там развитые страны. Ну а когда это будет в Казахстане? Сколько еще ждать? Ну, будем надеяться, мы там остаемся, Амин, а там оптимистами, да, наверное, там нам хочется, чтобы это произошло быстрее. Но сегодня мы понимаем, частный сектор, во всяком случае, он надеется больше сам на себя. Он, вы видите, он обсуждает эти тренды, обсуждает больные системные вопросы, как мы должны подойти. Он пытается найти зоны роста, он пытается между собой даже делиться этим опытом. Это очень важно. Потому я лично считаю, что номер один задачей для правительства, может быть, даже не должен быть экономический рост. У нас самая большая проблема сегодня структурная безработица. У нас всего 270 тысяч человек заняты в добывающем секторе. Это меньше, чем 3% работоспособного населения. То есть у нас большое молодое население, которое сегодня зайдет на рынок труда. Сегодня мы его занять не можем. Сегодня большой вопрос, как эту занятость обеспечить. И мы скажем, что можно найти очень продуктивную занятость, и она может быть более продуктивной, чем добывающий сектор. Наверное, вот это наш месседж, который мы посылаем, наверное, в Астану. Спасибо большое, Эльдар Саветович, за интересную беседу. К сожалению, время эфира нашего ограничен. Поэтому благодарю вас еще раз. Спасибо большое. И желаю вам успешной работы в рамках СИФИО-саммита. Спасибо большое. Мы продолжаем работать на площадке 11-го СИФИО-саммита. Во второй половине дня к нам присоединится еще один эксперт. Я пока не буду называть его имя. Ну а вы можете продолжать следить за трансляцией в эфире телеканала «Атомикен Бизнес» и YouTube-канале «Атомикен Бизнес». СИФИО-саммита.